Рассказы о том, что сейчас раздадут оружие и мгновенно сократится преступность, может вещать только человек, который ни к преступности не имеет ни малейшего отношения, ни к правоохранительным органам. Он не понимает, о чем он говорит. Ничего не сократится. Она будет постепенно сокращаться, а не в раз. Но есть другая опасность, что друг друга начнут палить по любому поводу, и они трезвые люди на дороге. Естественно, будут. Точно так же, как палят из травматики, точно так же будут палить и из пистолетов. А это не повод задуматься? Вот это кардинальная ошибка. И что? Вот совершенно, наверное, подмитили насчет паркутиков. Отвечаю почему. Потому что травматика, это все равно что бита. Это длинный кулак, который не воспринимается как оружие. Вот я его сейчас стукну, ему будет больно. Вам в голову из нее не стреляли случайно, нет? Я уйду, я уйду, и меня никто не найдет. Вам в голову из травматики не стреляли? Дмитрий, дайте я договорю. А вам, видимо, стреляли, судя по тому, что вы говорите. Мне не стреляли, я и не пользуюсь. Ну а зачем вы такую ерунду тогда лепите? Ерунду лепите вы. Послушайте меня. Не, ну травматика же разрешили, но для самообороны. Почему люди стреляют из травматики? Потому что она, а, они знают, что это не смертельно, и б, они знают, что это не оставляет следов. Вот он выстрелил, ушел, и его... Вы вот книжку почитайте, что это такое, и какой ущерб организму наносит. Например, при попадании в голову, например, при попадании в глаз, в висок, в другие чувствительные части тела. Можно вмешаться? Приезжайте ко мне, я вас один раз выстрелю, и у вас мнение изменится полностью, вообще, навсегда. К чему приводит обладание оружием? Первое, оно же главное, это впечатление собственной неуязвимости. Мне никто не страшен, вообще. У меня есть пистолет, я напугаю любого. Дальше это ведет... Дальше это, провоцирует к применению оного. Вот гражданин сказал, что идут кого-то там насиловать и знают, что пистолет. Ну да, если он знает, что у него пистолет, то, зная психологию преступника, нетрудно догадаться, что жертву изнасилования сначала стукнут по голове, подойдя сзади, если знают, что у него пистолет. Окружающих-то не надо дурнее себя считать окружающими. Поумнее вас есть, а в крестах сидят. Как-то вот так вот получается. Фантазировать не надо. Несколько фактов грабить будут, подойдя сзади и стукнут по голове. Ни в коем случае вам не будет никто подбегать, как к ковбойскому институту. Ну что, что вы ерунду-то несете? Вот вы сейчас из пальца высасываете какие-то истории. Вы на ходу фантазируете. Может у вас есть судимости, или вы службу несли, или вы сидите высасываете эти факты из известного места. В 80% случаев она отобьется от насильника. И она отобьется от насильника только в 4 случаях. Конечно, конечно. Особенно, когда подойдут сзади и стукнут по голове. Дальше эксперимент с пистолетом. Этих случаев много. Извините, дайте я скажу. За это предусмотрена уголовная ответственность. То есть все вот эти вот рассказы относительно того, что ты можешь вообразить, что тебе угрожала смерть, и стрелять куда попало. Я предлагаю пойти в суд и посмотреть, на что это похоже. Это последствия стрельбы необоснованной. Как хочу, куда хочу, туда леплю. Порядок должна обеспечивать полиция. Грубо говоря, государство. Государство стоит над всем колпаком и обеспечивает. Если же оно не может, как это в настоящий момент происходит, дайте хотя бы возможность обороняться самим. Дайте возможность. Я чуть-чуть путаюсь в вашей концепции, так сказать. С одной стороны, дайте нам возможность оборониться. С другой стороны, вы прекрасно понимаете, что закончится тем, что люди начнут из-за коровы друг в друга полить. Ну вот, совершенно верно сказали. Совершенно верно сказали про наркотики. Давайте разрешим наркотики употреблять. Получим вот это. Давайте разрешим оружие продавать. Получим вот это. А, то есть вы считаете, что это безруховая практическая? Естественно. Патра, я бы сказала, да? Так, кто хотел? Юрий Владимирович, уже в случае с корреспондентом «Ращи Тудей», когда в ресторане есть, вы слили в ногу. У нас был с ней эфир. Я ее спрашиваю. Вот, хорошо, это пьяная компания. Она, значит, сидела, он встал, он вам выстрелил. Два вопроса простых. Реакция людей, с которыми он пришел. Она говорит, все сидели. А реакция людей в ресторане. Ни один человек, ни один мужчина пухом не повел, понимаете? Потому что присутствующие были безоружные. Переть на ствол безоружному вверх глупости. Я и с этой стороны пришел, мы работали. Вы знаете, что из себя представляют люди в России, у которых много денег, и что вы со своим пистолетом против них будете елать? Вы, как обычно, с уголовниками никаких отношений никогда не... Да погодите, дайте сказать, дайте сказать. Дайте сказать, Дмитрий, пожалуйста, пожалуйста. Да вы уже спросили, дайте ей ответить. Да я не с вами разговаривал вообще. Не боитесь ли вы больших денег? Вы уже свою книжку показали, вы уже порадовались, что вы все знаете, вы все видели. У вас 8 судимостей и 25 лет выслуги. Все, спасибо большое. Вот человек, сидит, стреляет в женщину, ни в чем не повинную. Расскажите, пожалуйста, когда я не к гражданину Никонова обращаюсь, дайте мне сказать. Альсандр, давайте ситуацию, вот почему... Если значение слов из уголовного жаргона не знаете, то вы их стараетесь не употреблять. На судимого вы не похожи. Что вы там гоните, гоните своим друзьям. Так, дружище. Дмитрий, дмитрий, господа. Я вот сейчас обращаюсь к Сергею Михайловичу Гринину. Сергей Михайлович, вот скажите, пожалуйста, как часто вы имеете дело с организованными преступными группировками, Сергей Михайлович? Вы представляете, что это такое? Я это, без попыток там уесть, указать место и всякое такое, просто обсуждаю. Вот организованная преступная группировка. Вот сидит гражданин в ресторане, который является ее членом и даже, можем сказать, руководителем. Вот он в вас выстрелил. Вы последствия представляете того, если вы выстрелите в ответ? Вы представляете, что с вами будет? Во-первых, вы немножко ситуацию передергиваете. Осторожней, осторожней. Я вам задаю вопрос. Я ничего не передергиваю. Хорошо, а если они вдвоем на черной лестнице? Господин Веролайнен, да, обычный предприниматель чуть выше среднего кино, но со связями. Тем не менее, сел, сел. И очень хорошо, что сел. Жалко, что мало сел. Вот вы когда говорили про 100 тысяч убитых, я вам как специалист могу сказать, что в эти 100 тысяч убитых попадают в том числе граждане, которые перешли дорогу людям, которым ее переходить не следует. Давайте не будем питать себя иллюзиями, в какой стране мы живем. Вы согласны с тем, что вас легко и просто могут убить? Вы вот лично не можете никого поджидать у подъезда. Вы не будете никому простреливать головы, потому что это задная ответственность, уголовное светит. Потому что у него нет инструмента для обороны. Давайте послушаем звонки зрителей. Но я прячу звонки зрителей. Я, кстати, здесь помню. Господа, чуть-чуть, без голоса останусь сегодня. Воспоминался Чечня, нравится мне слова господина Кадырова, который говорит, я противник массовой продажи населения оружия. Какая разница, как называется пистолет травматическим или боевым? Из него ведь могут убить человека. Надо к нему гражданина Никонова срочно послать, он Рамзану Кадырову объяснит. Как на самом деле? Что там происходит? Я объяснил, что у него все население в Чечне вооружено. Так вот это... Что вы говорите? А так оно живет в вакууме. Там нет ни племен, ни тейпов, ни родов. Никто не знает, в кого можно стрелять, в кого нельзя стрелять. Что за это будет, если ты выстрелишь в этого человека? Вы не в сказке живете-то. Не в сказке. У нас 550 тысяч. Вот именно, друг мой. Вооруженное население имеет совсем другой градус самосознания. Послушайте, но есть масса людей, у которых есть оружие, они наверняка никогда им не пользуются. И не будут пользоваться, потому что они нормальные люди. Понимаете? Мы в...